Премия была выдана Хиггсу и Энглету, людям, которые в 1964 году объяснили, точнее высказали гипотезу того, как происходит, как приобретается масса большинством элементарных частиц. Эта гипотеза так и остается до сих пор гипотезой, поскольку последовательного квантового описания механизма Хиггса до сих пор нет. Но тем не менее в прошлом году, как вы знаете, появилось экспериментальное доказательство, что бозон Хиггса есть. Это прошлым летом было на Большом Адронном Коллайдере установлено двумя приборами независимыми. И более того, весной было показано, что Хиггсовский бозон является скалярной частицей, потому что раньше это было еще под вопросом. Ну и некоторые свойства его установили. Одним словом, в том, что он существует, никто не сомневается. И опять Номиевский комитет спокойно теперь смог выдать премию Хиггсу и Энглету. Я напомню, что... Но не доказано, что это бозон Хиггса. Это, ну там, кроме бозона Хиггса, ничего другого быть в этом месте не может. Это теоретически позиции не может. Да, здесь есть, конечно, некоторая тонкость, но для Номиевского комитета она уже была как бы не очень принципиальной. Главное, что есть причина, по которой можно выдать Номиевскую премию уже с некоторым подтверждением экспериментальным. Это ведомо не стопроцентно. Более того, там есть и теоретические проблемы, потому что бозон Хиггса по современным расчетам стандартной модели, по тому, как устроен там вакуум, должен обладать гораздо большей массой. И там есть вопросы о том, почему у него масса оказалась такая маленькая. Более того, стандартная модель заведомо неполна, поскольку есть темная материя, ну и темная энергия тоже непонятного происхождения. И куда будет развиваться дальше физика высоких энергий, то есть физика элементарных частиц, тоже непонятно. Многие люди, кстати, разочарованы тем, что бозон Хиггса обнаружили, и он оказался таким простым. Но это уже подробности. Может быть, на следующем семинаре мы подробнее с вами поговорим, что такое механизм Хиггса и как он устроен. А поскольку им сейчас лет вот этим с автором? 84 Хиггсу, 81 Энглету. Я с Энглетом встречался в Брюсселе. Но, правда, это было давно, и он тогда был вполне бодрым и активным. Сейчас не знаю. Ну и последняя, может быть, новость. Но Хиггс где-то заявил, что он там не надеялся при жизни. Ну это многие заявляют. Гинзбург тоже самое заявлял, что главное для нововесткового ряда это долгая жизнь. Но, кстати, Выборг получается тоже представительный. Нововестковые ряда действительно живут в среднем возрасте, в жизни выше среднего возраста. Один же золот, у них есть стимул. Значит, последняя новость. В прошлый раз я Вам говорил, что был получен, наконец, положительный выход в лазерном термояде. Это на НИФе был эксперимент. Положительный выход означает, что в капельку при Дейтерии Трити в водороде вложили лазерные энергии меньше, чем получили на выходе. Другое дело, что когда эту лазерную энергию доставляли, много по дороге потеряли. Поэтому общий выход пока что заведомо меньше 100%. Но такой физический выход уже больше 100%. И это считается принципиальный шаг. Кроме того, оказалось, что по расчетам, что они предполагали, то и получили. Этому мы тоже посвятим, может быть, отдельную часть какого-то одного из следующих семинаров. Но проблема в том, что из-за проблем с американским бюджетом многие ответственные люди не работают, которые должны были дать комментарии этому процессу, этому результату и выпустить соответствующие статьи. Из них всяких статей пока еще не появилось по бюрократическим причинам. И мы тоже вынуждены ждать, что они там в конце концов по своему результату скажут, так сказать, окончательно. Но был еще один эксперимент, на который я сразу обратил внимание позавчера. Ну, это и Саша мне прислал информацию об этом. Что в Лули, это самая мощная лазерная лаборатория во Франции, позавчера провели интересную термоядренную реакцию. Берили бора и протона. Бор есть с номером 11. Но у него 11 протонов и нейтронов в ядре. Если к нему присоединить еще протон, то в результате вылетает альфа-частица, а потом остаток разваливается на тоже еще две альфа-частицы. И получается кинетическая энергия трех получившихся альфа-частиц больше, чем исходная энергия атомного элемента и протона. Такую реакцию тоже выгодно вести. Правда, выход там чуть-чуть поменьше, чем детеоритритиевые реакции. И сечение чуть-чуть поменьше, но не во много раз. Однако она даже может быть полезнее, потому что исходный компонент, третий не надо никак создавать. Потом очень выгодно то, что нет ионизирующего подсильного потока нейтронов, выходит только альфа-частицы, и поэтому нет паразитных побочных продуктов радиоактивных этой реакции. Однако ее организовать сложнее. И вот в лазерном термоядне обжатием рентгеновским излучением, как делали в них, и достичь этого невозможно. Поэтому это было сделано при помощи лазера. На мишень твердотельную сначала наносекундный импульс 20 джоульный, пустили лазерный, он испарил плазму, а потом с небольшой задержкой пустили еще импульс на алюминиевую фольгу, из которой были выбиты протоны. Импульс более мощный, но менее энергичный. На мишени создавали 400 джоули, точнее я ошибся, а вот на алюминиевую фольгу 20 джоули. Эти протоны были энергией мевной, вплоть до 10 мев, и они инициировали эту ядерную реакцию, и был зарегистрирован выход в распад, по-моему, в тысячи распады. 10 миллионов они акции. Миллионов даже. Да, 10 седьмой. А тысячи это русские делали лет 15 назад. Они наших не плюнули, тем же у них 10 седьмой. Конечно, это очень мало еще, но главное, чтобы показана принципиальная возможность такой реакции, и может быть она в лазерном варианте будет и дальше. Мне показалось интересным, ну как я понял, что сечение оказалось гораздо выше, чем, ну вот, ожидалось из разнообразных. Ну это мы не склонен до конца верить, это надо еще все проверять. Но одним словом, где-то деятельность сейчас очень активно развивается. Сегодняшний наш семинар будет далек от наших прошлых обсуждений, обсуждений квантовых переходов и от всяких термоядерных вещей, но тоже посвящен очень увлекательной теме древней истории и с потенциально ожидаемым необычным продолжением. Это вопрос о турбулентности, ее описании и какие структуры в окружающей нас природе турбулентность можно создавать. Многие из этих структур вы наверняка видели, но описание их оказывается довольно сложным, и вот в последнее время прогресс в этом направлении довольно серьезно имеется. Мы построим семинар так, сначала Саша Унягина-Кузнецова теперь расскажет нам некие азы теории, ну минут 15-20, потом Сергей Сергеевич Зелетенкевич, профессор Хельсинского университета и одновременно профессор Метеорологического института расскажет о том, некие общее воззрение о том, какая-то турбулентность бывает, потому что Саша в основном про Кламогорскую будет говорить, ну может быть Юлия Игоревна какие-то комментарии по этому поводу сделает, а потом мы послушаем два примера того, как исследуется и какая бывает турбулентность в геофизике и в гидрофизике. Так что, пожалуйста. Да, правильно, Саша, было бы правильно так сделать логически, но из-за поезда фактически так не получится, потому что... А сколько времени осталось? Получится, если 15 минут, 15 минут моих, то я в тысячи... Ну как, в 15 не уложитесь, правильно? Нет, нет. Не уложитесь. Ну давайте поменяем. Сергей Сергеевич, тогда вам придется несколько слов сказать, что такое холмогорское турбулентность тоже, без уточнения, а потом Саша нам подробнее расскажет. Хорошо. Хорошо, спасибо. А я не умею без мышки. Вот этот вот слева. Сейчас мы откроем, потом будете сами. Так, вот это рекорд, да, где? Нет, надстройки справа. Надстройки. Теперь рекорд? Да. Окей? Окей. И клик. Так, вот, 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 вот. А теперь тут... Ну вот, гео, холмогорская турбулентность...